Каждую минуту в мире рождается 10 детей с тяжелыми наследственными заболеваниями. Синдром Дауна, гемофилия, муковисцидоз. Длинный список из 6000 названий каждый год дополняется новыми недугами. И до сих пор истинные причины их появления неизвестны. Спонтанное нарушение в процессах хранения и передачи генетической информации. Плохая наследственность. У каждого жителя планеты в крови скрывается не меньше десятка таких нарушений. Болезни прячутся поколениями, передаются от деда к отцу, от отца к сыну и проявляются всегда неожиданно. Рождение детей это как хождение по минному полю. То есть каждый из нас несет какие-то мутации. И мы рожаем ребенка, то есть производим его на свет, который может иметь заболевание. Вот наша часть, наша задача выявить эти риски и дать возможность человеку ими управлять. Это стандартное с виду предметное стекло на самом деле ДНК-чип. Новое чудо медицины. Как обычная стеклянная пластинка уже сегодня спасает тысячи жизней по всему миру? И что нужно сделать, чтобы узнать все о своих генах? Об этом в программе «Технопарк». Все мы хорошо помним эту похожую на пружину конструкцию из школьного учебника анатомии со сложным названием – дезоксирибонуклеиновая кислота, сокращенно ДНК – главный носитель информации о человеке. Самая совершенная и самая маленькая система хранения данных, спрятанная в человеческих клетках. Тут полное досье. От цвета глаз и волос до музыкального слуха и спортивных способностей. Но с точки зрения химии ДНК – обычная молекула, только очень большая и очень длинная – полимерная. К примеру, молекула воды состоит всего из трех атомов. Молекула ДНК – это сложное хитросплетение миллионов атомов, которые сначала образуют четыре нуклеотида – аденин, гуанин, цитозин и тимин. Все они терпеть не могут одиночество, но в выборе партнеров весьма избирательны. Гуанин симпатизирует исключительно цитозину, а тимин хорошо ладит только с аденином. Между нуклеотидами возникают водородные связи. Такую моногамию называют принципом комплементарности. Всего в ДНК человека в строгом порядке уживаются больше трех миллиардов счастливых пар, создавая знаменитую двойную спираль. А их последовательность и образует тот самый генетический код, наподобие компьютерного, в котором тоже часто бывают серьезные ошибки. На языке генетики – мутации. Мутация называется любое изменение ДНК, начиная от того, что в нем присутствуют лишние хромосомы, как, например, при синдроме Дауна, и заканчивая изменением совсем маленького участка, например, замене одного нуклеотида на другой, когда пара аденин-тимин заменяется на гуанин-цитозин. Институт стволовых клеток человека. Здесь каждый день с утра до вечера ищут ошибки природы. Генетики, как детективы, взламывают шифровки ДНК и выслеживают опасные для жизни мутации. Один из самых эффективных инструментов в арсенале генетика – ДНК-чип. Выглядит как обычное предметное стекло, только размером поменьше. Может, поэтому местные сотрудники, в основном женщины, уж слишком это хрупкое устройство для грубых мужских рук. Два сантиметра в ширину, три в длину и чуть больше миллиметра в толщину. Брать ДНК-чип можно только за края. На самом стекле стройными рядами нанесены искусственно созданные фрагменты ДНК. И при контакте с настоящей ДНК, человеческой, сразу начинается процесс поиска мутаций. Но обо всем по порядку. Впервые ДНК обнаружил швейцарский физиолог Эоганн Фридрих Мишер в 1868 году. Из клеток человеческого гноя он выделил вещество, в составе которого были фосфор и азот. Правда, ни славы, ни денег это открытие Мишеру так и не принесло. Ученым того времени строение молекулы показалось слишком однообразным. И почти сто лет дезоксирибонуклеиновую кислоту считали запасами фосфора в организме. Истинную функцию удалось выяснить лишь под занавес Второй мировой в 1944-м. А спустя еще 10 лет с помощью рентгена структуру двойной спирали рассмотрели Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, за что получили Нобелевскую премию по медицине. После того, как был расшифрован геном человека, по сути была определена последовательность каждого нуклеотида в нашей ДНК, мы получили в руки, по сути, книгу на незнакомом языке. Мы до сих пор не знаем, за что отвечают многие гены. Мы не знаем полного спектра их функций. Детская больница. Отделение для детей с диагнозом муковисцидоз. На медицинском языке это системное наследственное заболевание, вызванное мутацией одного из генов в длинном плече седьмой хромосомы. Своего рода сбой в системе. Ошибка генного кода, когда на одном конкретном участке вместо аденина с тимином идет цитозин и гуанин. В результате серьезное нарушение работы органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. В европейских странах даже при качественном лечении средняя продолжительность жизни больных муковисцидозом составляет 40 лет. Но часто наличие мутаций к развитию болезни не приводит. То есть ошибка в ДНК есть, а внешних признаков нет. По статистике, более 5% жителей нашей планеты носители муковисцидоза. И абсолютное большинство об этом даже не подозревают. В каждой клетке нашего организма присутствуют две копии каждого гена. Присутствуют две двойных спирали. Одна наследуется от отца, другая от матери. И в том случае, если нефункциональный ген присутствует только в одной копии, человек является носителем заболевания. При этом он может быть полностью здоровым. Однако в том случае, если он встречает другого такого же носителя, то у них есть 25% вероятность родить ребенка, у которого уже обе копии будут с поломкой. Провериться на наличие муковисцидоза, а заодно и еще 60-ков тяжелых наследственных заболеваний, сегодня может практически каждый. ДНК-чип позволяет это сделать быстрее и дешевле, чем проведение анализа на каждую мутацию в отдельности. Кроме того, российский чип уникален тем, что учитывает нашу региональную специфику. Есть особенности якутской генетики, то есть наиболее распространенные заболевания там. Есть чувашские наиболее распространенные заболевания, русские и так далее. И, собственно говоря, создавая наш чип, мы учли ту российскую популяционную генетику и те наиболее распространенные заболевания, которые характерны популяциям, проживающим здесь. Простая кровь для анализа не подойдет. Сначала ее нужно подготовить, выделить из клеток структуру ДНК. И первый этап – это центрифугирование. Образец наливают в маленькую пробирку, вставляют в маленькую центрифугу и раскручивают на отнюдь немаленькой скорости. Благодаря центробежной силе тяжелые клетки, эритроциты, оседают на дне. Легкие тромбоциты и лимфоциты остаются на поверхности. То, что сверху прозрачное – это плазма крови, а то, что внизу – это клетки. Потом мы начинаем уже обработку специальными химическими реагентами для того, чтобы именно изнутри клеток, из ядра, выделить ДНК. В результате у нас получается препарат, похожий на такую чуть вязкую, прозрачную, практически как воду, субстанцию. Затем полученную субстанцию с фрагментами ДНК пациента отправляют в специальную портативную печь и нагревают до 96 градусов. В этот момент структура ДНК начинает меняться. Водородные связи, которые удерживают вместе гуанин с цитозином, а тимин с аденином, от такого воздействия начинают разрушаться. В таком расплетенном состоянии ДНК пациента наносят на чип обычной медицинской пипеткой. К слову, те искусственные фрагменты, которые закреплены на стекле, тоже заранее расплетены и при встрече с другими одинокими нуклеотидами вступают в бурную реакцию. Главное, чтобы совпала последовательность. Каждая последовательность на чипе – это так называемый типичный отрезок ДНК. У всех людей они идентичны. А раз последовательности нуклеотидов идеально совпадают, ДНК пациента сразу сплетается с искусственной, по принципу комплементарности. Обе нити снова скручиваются в привычную двойную спираль. Единственная разница в том, что цепочка, выделенная из крови человека, немного длиннее той, что закреплена на чипе. Ровно один нуклеотид пациента остается без пары. Этот самый волк-одиночка и отвечает за наличие заболевания. В редких случаях именно он мутирует и превращается, например, из аденина в цитозин. После того, как мы гибризовали две молекулы ДНК, с болтающимся хвостом, мы не можем посмотреть на микрочип под микроскопом и увидеть написанную формулу. Здесь сидит аденин. Поэтому мы прибегаем к помощи фотохимии. А именно мы метим каждый нуклеотид, аденин, гуанин, тимин или цитозин, своим флороформам. Молекулы, которые светятся только лишь в свете определенной длины волны. Выкрашенные в разные цвета нуклеотиды на чип наносят поодиночке. Согласно тому же принципу комплементарности, синий гуанин присоединяется только к цитозину, красный – тимин, исключительно к аденину. И наоборот. В итоге все 66 закрепленных на чипе последовательностей светятся своим цветом. Так и становится понятно, есть в генах пациента мутация или нет. Последняя точка, в которой мы анализируем, она светится вот тем цветом, какой нуклеотид присоединяется. И мы узнаем, есть ли мутация в ней или нет мутации в ней. Здесь в этой комнате стоит сканер, в который мы помещаем наш чип для того, чтобы считать изображение. Сканер – это, по сути, совмещенный между собой лазер и фотоаппарат. В результате на экране монитора появляется снимок с разноцветными точками. Одна метка – один фрагмент ДНК. Например, правильная последовательность, которая отвечает за муховисцидоз, должна светиться синим. Если же цвет сменился на желтый, значит, место гуанина занял аденин. И в генах пациента есть мутация. За последние полвека цифровые технологии полностью изменили нашу жизнь. Первый в мире компьютер занимал целую комнату и весил почти 5 тонн. Современный сотовый телефон в разы мощнее. Вот и ДНК-чипы. Пока сложное устройство, с которым работают исключительно специалисты. Но, по мнению генетиков, совсем скоро узнать все о своей наследственности будет так же просто, как выйти в интернет, записаться на прием к терапевту или просто помыть руки. Сейчас вообще ни у кого не возникает вопросов, да, почему чистые руки внешне нужно мыть, да, поскольку это профилактика инфекционных заболеваний. То же самое здесь, да, то есть нужно знать свою генетику, потому что если не будешь знать, значит, ты не сможешь вовремя начать лечить заболевания, да. И это внедрение определенной культуры. Сегодня в Москве врачей-генетиков не больше полусотни. В городах поменьше таких специалистов нет вовсе. Этой молодой науке часто не доверяют, а термин генномодифицированный продукт до сих пор вызывает страх. Но, несмотря на это, по мнению социологов, в списке популярных профессий будущего личный генетик – самое востребованное.